Всем привет! Краткий обзор моего приобретения. Это удароспусковый механизм для моей винтовки Бергара Б-14 Вармин Спортер. И, собственно, озадачился приобретением его лишь потому, что родной спуск регулируется в очень малых диапазонах. Минимальная полка, которая была достигнута мной в родном спуске, это 1 килограмм 100 грамм, что очень много. Соответственно, была необходимость приобретения данного спуска. Хотел в свое время приобрести либо Тимми, либо Джевел, но либо сроки ожидания, либо проблема ввоза его, вернее, вывоза его из Соединенных Штатов меня, собственно, и остановила. Тогда, обратившись к нашей всеизвестной Ганзе, нашел тему по клону на спуск Джевел, простудировав ее полностью, пришел к выводу, что, в принципе, ну, почему бы не попробовать. Мной был он заказан, заказан был с ожиданием довольно-таки длительным, но, как я понимаю, изучив тему, это проблема, потому что, в принципе, спецготовление идет не в промышленных масштабах, а, скажем так, в качестве такого занятия-хобби. Ну, соответственно, это, конечно, откладывает свои временные рамки. Но, тем не менее, не знаю, ждал я, по-моему, в районе трех месяцев, приобрел я его за 12 900 рублей вместе с доставкой, что является очень-очень приемлемым относительно оригинальных спусков. И самое главное, что это полная копия спуска Джевел. То есть, все вот эти детали, которые вы видите на нем, они взаимозаменяемы с оригиналом. То есть, вы можете отсюда снять, поставить на оригинал, и все это будет работать. Выполнен он из нержавеющей стали. Качество обработки довольно-таки неплохое. каких-либо там, ну, скажем так, критических огрехов я абсолютно не увидел. Все работает. Единственное, что меня раздражает, ну, и раздражало бы меня это, собственно, и на родном спуске, это вот этот вот тоненький рычаг предохранителя. Ну, уж очень он тоненький. Но все это, конечно, нивелируется способностью и возможностью этого спуска производить тонкую настройку. То есть, мы ее можем произвести буквально от 40 грамм. Поставляется он вот в такой вот упаковочке. На упаковочке вот написано 420 грамм. Я понимаю, это то усилие, с которым он уже настроен. Плюс ко всему, к нему идут вот такие вот две пружинки и вот такой вот замочек. Это необходимо для того, чтобы настраивать полку. То есть, полку самого усилия. Она может быть там, ну, грубо говоря, утрированная, не придирайтесь словам, допустим, от 300 до 700 грамм, от 40 грамм, может быть, до 200 грамм. То есть, эти пружинки служат именно для этого. Родной спуск, конечно, этого, прошу прощения, не позволял. Единственная проблема, с которой я столкнулся при заказе, а вернее, при получении самого спуска, то, что я не оговорил вопрос, именно какой спуск мне нужен. А мне он нужен был без вот этой вот клавиши излечения затвора. Так как на наших карабинах, в Бергарах, излечение происходит с помощью боковой клавиши, то вот этот вот механизм нам, собственно говоря, и не нужен. Соответственно, я согласен с проблемой его демонтажа. Хотя проблемы демонтировать его никакой нет, спуск раскручивается, все достается, убирается. Но вот эти вот направляющие, они заточены именно под размер с учетом толщины самой этой клавиши. И тогда сейчас будет, скажем так, необходимо мне нивелировать эту толщину путем либо подкладывания шайб, либо заменой вот именно вот этих направляющих под ту длину, которая нужна именно без учета этой клавиши. При заказе, если возможно, вы будете заказывать, либо покупать, заказывать там в Соединенных Штатах, имейте в виду, клавиша вот эта, которая называется, насколько я понимаю, болт-релиз, она не нужна. Наш спуск идет именно без нее. Во всем остальном установлю, установлю также тот тюнинг, который я приобрел. К своей винтовке осталось приобрести только шасси. И, в принципе, мой проект по сбору, скажем так, недорогой высокоточной винтовки подойдет к концу. Я предоставлю ее вашему вниманию. Итак, полный аналог спуска джевел, или баджевел, как угодно, от отечественного производителя. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok